Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Всё больше задач, всё больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод. Кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь. С нами. Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом. Кировский кирпичный завод. Киров. Улица Луганская, 59. Уграян. 114-43-450-17-541. «Особое мнение» на 101-FM. В Кирове 13.07 начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей. Говорю здравствуйте. Гости нашей студии. Алексею Кузьмину, генеральному директору компании «Экоэнерджи» и депутату городской думы пятого созыва. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Не далось название компании с первого раза, но я исправлюсь. Отлично. Ну, первой темой, наверное, всё-таки мы добьём мнение по выборам, по итогам довыборов в Кировскую городскую думу и законодательные собрания. И потом перейдём к городским темам. Их несколько. И театральная площадь, и остановки, и появление в новом составе градостроительного совета. Посмотрим, подумаем, как это всё у нас будет работать и отражаться на жизни горожан. Выборы в законодательные собрания Городскую думу показали, с одной стороны, не очень большую активность избирателей, особенно это касается города. 8% явка. По законодательному собранию сообщали, около 16% она составила. Ну, это такая, наверное, традиционная история для довыборов, когда народ в городе не представляет себе, голосует или не голосует, идти или не идти на участки. Вчера Олег Ткачёв, член общественной палаты и куратор горячей линии, общественная палата по выборам, говорил как раз о том, что очень много народу звонило и спрашивало, вообще выборы есть в моём округе. Мы голосуем сегодня или нет. И вторая история связана с тем, что фактически вот эти 4 места, 2 в законодательные собрания и 2 в Городскую думу, поделили между собой Единая Россия и Справедливая Россия. 50 на 50, там и там по 2, скажем так, победителя. На ваш взгляд, вот эта вот история с таким равноценным присутствием теперь представителей двух политических сил, она о чём говорит? Это активность депутатов, кандидатов, да? Или это некое, ну не знаю, там протестное голосование, усталость жителей от Единой России, которая постоянно побеждает? Что это? Давайте мы этот вопрос разобьём на несколько частей. Сперва мы поговорим о явке, которая была на выборах в ЗАГС Собрании, в Городскую думу. Ну, безусловно, такая низкая явка не стала сюрпризом ни для избирательных штабов, ни для людей, которые интересуются, занимаются политикой. Явка была предсказуемая, потому что и на больших избирательных кампаниях, на больших выборах явка всегда была крайне низкая. Полноценные, да, когда выбираются? Да, в том числе и на выборах президента, все мы помним. Поэтому говорить о том, что это какая-то изюминка и дикоминка для нашего региона, я бы так не сказал, потому что этот тренд по всей стране. Люди устали от политиков, люди устали от депутатов, от их заявлений или от их незаявлений, от бездействия. Поэтому все меньше и меньше люди доверяют своей полномочии и свою власть представительным депутатам, кандидатам. Ну, мне кажется, этот тренд в нашей стране, он, к сожалению, такой, какой есть. То есть власть сама по себе, жители сами по себе? Ну, в том-то и дело, потому что сейчас уже у жителей после последних всех событий, связанных с пенсионными, так называемыми изменениями, как называют это в Москве, на самом деле это пенсионная реформа со всеми вытекающими из этого термина событиями. Поэтому после всех этих последних заявлений, после кардинальных изменений в экономическом, в политической жизни нашей страны, люди все меньше и меньше доверяют депутатам, доверяют местной власти. Поэтому вот такая явка. Поэтому явка 8% на городскую думу и около там 16% на ЗАГС-собрание. Что касается первой части вопроса, что касается, если мы говорим о второй части вопроса, это о результатах, то, безусловно, как справедливый вопрос, я бесконечно рад победе нашей оппозиционной конструктивной партии в Кировской области на этих довыборах. Мы были в шаге от того, чтобы занять два кресла ЗАГС-собрания. Наш второй кандидат по Уречевскому одномандатному избирательному округу занял второе место и был в шаге буквально от победы. По-моему, 500 голосов отделило его от победителя Михаила Некрасова. Могла бы быть такая ситуация, что на довыборах два мандата в ЗАГС-собрание заняла бы «Справедливая Россия». И один мандат мы получили в Кировскую городскую думу. Прошел очень активный, интересный, политический, опытный Михаил Ковязин. Он, мало того, что он активист с огромным стажем, он председатель ТСЖ, он председатель попечительского совета школы. Поэтому человек, который действительно принимает активное участие в жизни, в общественной и в политической жизни нашего города. И я рад, что именно такие люди проходят в городскую думу. Не проходят в городскую думу откровенные лоббисты, не проходят люди, которые не имеют совершенно никакого ни общественного, ни политического опыта. И я знаю, что сегодня есть такие действующие депутаты, которые попали в думу исключительно либо ради интереса. А дай-ка я посижу в кресле депутата городской думы, а вдруг это моему бизнесу поможет? Или еще хуже, если этих действующих депутатов кто-то попросил занять депутатское место и отставить интересы своей финансово-промышленной группы, например. Значит, к сожалению, сегодня ситуация такова, что такие депутаты есть. И я очень рад, что их будет разбавлять наша сильная, опытная и политические, и общественно подкованная команда справедливоросов. Вот, Алексей, тут вопрос. Один мандат от справедливой России, дополнительный в городской думе, сможет повлиять на что-то или нет? Вот смотрите, сейчас наша фракция в городской думе, это уже 7 человек. И скольки? Из 36. Поэтому это уже 1,5 из состава городских депутатов. Мне кажется, что с таким серьезным количественным бэкграундом можно уже и серьезно отстаивать свои фракционные интересы. То есть, если мы говорим о том, что если бы наша фракция состояла из одного-двух человек, то никто эти голоса и слушать не стал бы. И никто не обращает внимания на голосование этих депутатов, на выступление этих депутатов. Но когда у тебя в парламенте сидит 7 человек, и эти 7 человек голосуют, естественно, фракционно, это значит, что фракция принимает в большинстве своем единообразное решение. Поэтому с ней уже стоит советоваться, на мысли этих депутатов и заявления этих депутатов уже стоит обращать внимание. И бюджет через такую фракционную группу уже с кондачка протащить не получится. Вот скоро начинается бюджетная сессия, поэтому, мне кажется, в этой ситуации со справедливой Россией уже будут представители так называемой правящей партии уже считаться. И смотреть на ее мнение, на ее позицию, на ее депутатов. Это очень важно. Чем больше будет оппозиционных депутатов во всех парламентах, тем больше будет конкуренция, тем больше будет пользы для жителей нашего города или области. И вот еще, Алексей, такой вопрос. Я, насколько помню, как раз вы об этом говорили. Каждый оппозиционный депутат, неважно в городской думе, в областном парламенте, еще где-то это человек, который может какие-то кулуарные решения, условно говоря, вынести в паблик. То есть обсуждается что-то, что не должно дойти до широких масс. Человек, который против, например, какого-то консолидированного решения, выходит и выносит это все на общественное обсуждение. После этого, может быть, решение не проходит. Это так и есть. Именно так и должен работать оппозиционный депутат. Он не должен впадать в кулуарную дискуссию, исключительно в кулуарную дискуссию и обсуждать городские вопросы, городские темы исключительно под ковром с действующей партией большинства, скажем так. Поэтому все правильно вы говорите. Оппозиционный депутат должен выносить на публику все те решения и даже потенциальные решения, которые может вынести либо городская дума, либо областное ЗАГС собрание. Так и должно быть. И, собственно, этим должна заниматься оппозиция. Я очень надеюсь, что Михаил Ковязин в этом смысле нам, да, будет большим помощником. Он будет большим помощником. Это очень интересный и активный будет депутат, поверьте мне на слово. Ну вот посмотрим. Я надеюсь, что в ближайшее время мы его в эфир пригласим и, собственно, выясним, каким образом будем дальше сотрудничать. Еще у вас хотелось спросить про кандидата от «Единой России», попавшего в городскую думу, Павел Валенчук. Что сыграло свою роль? То есть, если мы говорим о кандидатах, идущих в городскую думу, о Михаиле Ковязине, вы говорите о том, что человек активно себя ведет, зарекомендовал себя как председатель ТСЖ. Я так понимаю, что он как раз в округе живет, на филейке. То со вторым кандидатом что могло сыграть роль? Ну, смотрите, здесь сыграла прежде всего ситуация, при которой нашего кандидата от «Справедливой России» по вымышленным и, можно сказать, даже подложенным каким-то причинам сняли с избирательной гонки. Видите ли, он не нашел оригинал своего заявления о выходе из «Единой России», и «Единая Россия» этим воспользовалась, скажем так, совершенно нечестно. И, мне кажется, некрасиво с точки зрения политтехнологий. Я просто с этой ситуацией знаком, точно так же меня пыталась снять «Единая Россия» в свое время как кандидата, когда точно так же заявили, что оказывается я действующий член «Единой России», и не могу баллотироваться от другой партии. Но на что в закромах своих документов, где-то в гараже, я нашел оригинал этого заявления с печатью, с подписью. Да, вот Альберт Бекалюк не нашел. Таким образом я избежал вот этой так называемой политической подставы и прошел избирательную кампанию. А вот, к сожалению, Бекалюк в этой ситуации заявления не нашел и не смог отстоять свой выход из «Единой России». То есть партия «Единая Россия» настолько интересная партия, что вступить в нее очень легко. Иногда под палкой люди туда вступают, а зато вот выйти из этой партии бывает крайне затруднительно, что и показала вот последняя избирательная кампания. Так вот, это первый фактор, который сыграл на результат. Результат в этом округе, да, действительно убрали сильного кандидата, который мог побороться. Этот кандидат достаточно известный, он был депутатом городской думы, заместителем председателя, поэтому... Активно боролся в свое время за парк победы, насколько я помню. В том числе и это, конечно, да. Поэтому, я думаю, вот это первая, скажем так, первая ласточка. Второй момент – это то, что крайне низкая явка сыграла на руку кандидату Валенчуку, потому что за него проголосовало 100 с лишним человек. По сути, это всего лишь один жилой дом. О, 518, говорят, набрал он голосов. А, 518, да, прошу прощения, да, 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 518, то есть, по сути, это один большой дом, если мы говорим о многоэтажном, девятиэтажном доме, то есть, по сути, один жилой дом. И если правильно провести избирательную кампанию или, как я ранее говорил, заниматься избирательной технологией, называется... По квартирный обход? Нет, приди сам и приведи своего друга. Что это означает? Это означает, что позвони своему знакомому, другу в избирательном округе, а он приведет своего соседа, друга, брата, родственника, маму, папу. Вот, собственно, и кампания на выборах и собралась. Поэтому все кандидаты пользовались этой технологией, и, собственно, большинство этих людей, наверное, и пришло. Кромкая фамилия, известная фамилия, насколько сыграла свою роль? Ну, безусловно, и это сыграло, потому что небольшая избирательная кампания, которая проводилась у этого кандидата, она была основана, безусловно, на фамилии. Ну, безусловно, акцент делался на фамилии. Фамилия отца, безусловно, Олега Дарьяновича, она узнаваема в каждой квартире нашего города. Ну да, за человека, как депутата Государственной Думы, голосуют неоднократно. Ну, в том числе и как за господина Жириновского, который во всех избирательных списках в основном присутствует первым номером, и в основном избиратели-то голосуют за эту фамилию, а не за кандидатов, которые стоят чуть пониже. Алексей Кузьмин, гендиректор компании «Экоэнерджи» и депутат Городской Думы Пятого Созыва в нашей студии. Небольшой перерыв и продолжим. Особое мнение на 101FM Алексей Кузьмин, депутат Городской Думы Пятого Созыва, руководитель компании «Экоэнерджи» в нашей студии. Мы продолжаем. Еще один небольшой вопрос, который просили задать вам наши слушатели. Спрашивали они про Татьяну Платунову, которая попала в законодательное собрание, прошла в законодательное собрание, выиграла выборы от партии «Справедливая Россия». Ранее, напомню, Татьяна Платунова была депутатом Городской Думы и избиралась в Городскую Думу от «Единой России». Вот эта вот смена политического окраса, на ваш взгляд, насколько, ну, скажем так, не знаю, этично, неэтично. Я знаю, что пользуются многие наши кировские политики, мы можем наблюдать, да, если особенно проанализировать. Там на одних выборах человек идет от одной политической партии, на других от другой. Ну, то есть, видимо, это такая нормальная история. Ну, моя позиция по этому вопросу следующая, что, наверное, неправильно выражаться, что кандидаты и политики пользуются, скажем так, ангажированностью и сиюминутными политическими настроениями в регионе, чтобы переходить из одной партии в другую. Я думаю, все-таки переход из одной партии в другую – это абсолютно осознанный и мотивированный выбор каждого из политиков. Поэтому Татьяна Платунова, безусловно, настолько опытный, настолько прагматичный и активный политик нашего региона и нашего города, что она сделала абсолютно осознанный выбор, перейдя в нашу партию. Если честно, я до сих пор не понимаю, почему это не сделано было ранее, когда, скажем так, ее руководитель непосредственно Василий Куприенко Сураев перешел в нашу партию, скажем так, вошел в ее руководящие составы. Было странно, что, скажем так, действующий работник находится пока еще в другой партии. Но на самом деле, мне кажется, это прекрасно наоборот. Это прекрасно, это политическая конкуренция на одном предприятии. Да, все правильно, полностью согласен. И поэтому вот когда пришло время, пришла новая избирательная кампания, Татьяна Платунова сделала осознанный выбор, перешла в нашу партию, стала баллотироваться от нашей партии. Ну и, безусловно, как мы видим, без проблем победила на выборах к собранию от нашей партии. Ну потому что округ, я так понимаю, доброжелательно расположен к ней как представитель предприятия. В этом округе и баллотировался и Василий Куприянович Сураев, безусловно, его любят, его ценят в этом округе. Он сделал колоссальную работу в этом округе. Ну и Татьяна Платунова, безусловно, как депутат городской думы, она тоже была частично в этом округе. Если вы помните, что ЗАГСовский округ, он в два раза больше, чем городской. Накладывается немножко. Накладывается, поэтому и она приложила немалое усилие для работы в этом округе. Ее там точно так же ценят, точно так же любят. И неважно, от какой партии она баллотировалась, люди голосовали за нее, как за человека. То есть голосовали за имя. За имя. Прежде всего за имя, а не за партию. Даже не за цвета и не за флаги. Голосовали за имя. Человек очень уважаемый, опытный. Поэтому все голосовали за нее. И люди сделали абсолютно правильный выбор. И, безусловно, я очень рад, что наши фракции и в городской думе, и в областном ЗАГС собрании усилились, увеличились. И в свете будущей модернизации партии, в свете будущего обновления, кадрового обновления, мне кажется, это хороший посыл. И это очень серьезные предпосылки для нашей партии. Мы стали совершенно справедливо, стали второй партией в Кировской области и в городе Кирове. По численности. И по численности, и по узнаваемости, и по последним рейтингам. Поэтому я этому рад. Я думаю, «Справедливая Россия» еще покажет еще большие результаты на будущих избирательных кампаниях. Потому что наши партии доверяют все больше и больше. Ну, будем надеяться. Я это говорю не в качестве рекламы «Справедливая Россия», потому что еще раз я выступаю за политическое многообразие. И мне кажется, что примерно равное участие разных политических сил, оно делает нашу жизнь интереснее. А жизнь граждан, наверное, проще. Потому что один депутат не помог, можно всегда пойти к другому. Алексей Кузьмин, депутат городской думы пятого созыва, гендиректор компании «Экоэнерджи» в нашей студии. Мы продолжаем, переходим к городским темам. Ну, наверное, начнем все-таки с градсовета. Пару дней назад буквально обновленный состав градостроительного совета собрался на первые заседания. Ну, обсуждали там несколько зданий, которые будут строиться в исторической части города. Но прежде всего хотел вас спросить вообще о изменившемся функционале, скажем так, этого органа. Как сообщает нам сайт городской администрации, теперь через градостроительный совет будут проходить все здания, которые намереваются построить та или иная компания на значимых магистралях Кирова. Я так понимаю, что речь идет о крупных улицах и, видимо, историческом центре. Высотные здания, технически сложные сооружения. Плюс, значит, градостроительный совет будет согласовывать цветовое решение этих зданий. Ну, вот и этих, и, видимо, каких-то других, да. Я так понимаю, что тут предпосылкой стал торговый центр «Баска» и его реконструкция. И мы помним, как однажды на заседании градостроительного совета несколько месяцев назад глава администрации Илья Шульгин был возмущен выбором цвета фасада, яркого цвета фасада «Баска». И вот сейчас его делают. Я, честно говоря, даже сказала бы, что мне нравится, наверное, такое яркое пятно в нашей не всегда яркой действительности окружающей. Как вам кажется, это полезный орган будет? Вот мы как раз о том и говорим, кому нравится, а кому не нравится. Это называется палитра мнений. То есть, когда... Вкусовщина. Ну, вкусовщина, можно и так назвать. То есть, я вообще, если честно, удивлен, почему раньше все строительные объекты, которые возводились в нашем городе, не проходили какую-то определенную согласовательную процедуру с точки зрения архитектуры, с точки зрения цветовой гаммы, материалов, внешнего оформления и так далее, и так далее. Во всех крупных городах нашей страны, тем более за рубежом, такие процедуры все строительные компании на всех новых объектах проходят. И не дай бог, где-то в Казани будет строиться какой-то дом из панельных составляющих и покрашен в поросячие цвета в самом центре Казани. Но ни одна действующая власть муниципальная, Казанская, не допустит такого. То есть, этот дом будет согласовываться, этот дом будет обсуждаться, цвета будут обсуждаться. Потому что, ну, так не должно быть, как у нас происходило в Кирове до недавнего времени. И многочисленная точечная застройка, и абсолютно практически везде превышение этажности. То есть, условно говоря, дом согласовывают на пять этажей, все документы проводят через пять этажей. А потом приходят с плачущими лицами и с запятнанными бумагами в администрацию и говорят, будьте любезны, увеличите нам этажность, пожалуйста. У нас очередь из покупателей стоит. Да, до 14 этажей, иначе у нас рентабельность бизнеса падает, у нас квартиры не будут продаваться. Мы всех жителей объявим обманутыми дольщиками и так далее, и так далее. И наша администрация по разным причинам, если честно, не могу понять до сих пор, и пускай разбираются компетентные органы, по каким причинам, подписывала все эти согласовательные документы на увеличение этажности, на увеличение плотности. Проводили это все через городскую думу и так далее, и так далее. Все делалось быстро. Строились поросячьи дома, чуть ли не в центре города. Это постоянно точечная застройка. Если в свете последних реформаторских изменений градостроительного совета что-то изменится в лучшую сторону, я буду безумно только рад. Вот Илья Шульгин заявляет, что оказать давление на этот градостроительный совет не сможет ни один застройщик и ни одна компания, потому что на заседании этого совета ни компания, ни застройщик не сможет участвовать в дискуссии. Вот, видимо, рассказали о том, что собираетесь, и все, и сели в уголок, и сидите. А дальше, значит, ваш объект будут обсуждать компетентные люди, представители администрации, представители союза архитекторов, инженеры. Насколько я понимаю, там и ресурсы, снабжающие компании, представители. Все заинтересованы, в том числе те, кто непосредственно принимают участие и в городской коммунальной инфраструктуре, и в согласовательных процедурах, и так далее. И самый главный термин, который поднимается вот в этой дискуссии о градостроительном совете, это будущее отсутствия лоббизма или лоббирования каких-либо строек, застройщиков и каких-либо финансово-строительных группировок. Я, честно говоря, не представляю себе, как это возможно. Я тоже не представляю, потому что даже среди действующих депутатов городской думы есть откровенные строительные лоббисты, которые занимаются исключительным лоббированием своих строительных интересов в городской думе. И мне кажется, что через градостроительный совет уж как-то эти застройщики, эти лоббисты найдут лазейку, как на них повоздействовать и как их замотивировать. То есть каждый будет привлекать на свою сторону членов экспертного совета градостроительного, а те, в свою очередь, будут голосовать за нужные решения. Ну, в том числе конфетами, шампанскими и другим. Печально, если будет так. Я искренне надеюсь, что так не будет. И искренне надеюсь, что градостроительный совет станет действительно компетентным органом, действительно пропадет термин лоббизм из этой структуры, и действительно город будет преобразовываться только в лучшую сторону. И со стройщиками наконец-то власть начнет работать. Не только в одностороннем порядке, но и в двухстороннем порядке, чтобы согласовывались и внешний вид их сооружений, которые мы видим в нашем городе. Иногда очень печально смотреть на наши новостройки. Я очень надеюсь, что относительно старых домов, реконструируемых, тоже градостроительный совет скажет свое веское слово. Как раз вот о поросячьих фасадах речь идет. Потому что уже сил нет смотреть на то, что превращают исторические здания. Алексей Кузьмин в нашей студии. Небольшая реклама, и мы вернемся. Особое мнение на 101FM Алексей Кузьмин, депутат городской думы 5-го созыва в нашей студии. Продолжаем с ним обсуждать городские темы. Реконструкция остановок. Еще одна такая городская новация, я бы сказала, была объявлена. В ближайшие три года, если я верно помню, планируется переделать все остановочные павильоны в областном центре под низкопольные автобусы, которые также планируется закупать большими партиями в ближайшие годы. 674 остановки общественного транспорта предстоит привести к одному стандарту. Оборудовать подъездные пути, пандусы, посадочные площадки. Насколько я понимаю, к 15 октября нам уже представят проект. Ну, может быть, к концу октября, может быть, не к 15 октября. Вот, Алексей, что вы об этом думаете? Вот в каком ключе. Я, на самом деле, видела обсуждение этой темы в социальных сетях. И самый частый задаваемый вопрос, это вопрос, стоило ли отбирать остановочные павильоны у представителей малого бизнеса, которые в свое время их содержали, да, с киосками, может быть, еще там какими-то конструкциями, вот, и передавать, получается, городу. А теперь город должен вкладывать деньги в их переоборудование. Ну, начнем с того, что, во-первых, вот эта инициатива о капитальной модернизации наших остановочных павильонов, приведение их в соответствие с категориями доступной городской среды для того, чтобы маломобильные граждане нашего города тоже пользовались беспрепятственно услугами общественного транспорта. Это все абсолютно правильные, грамотные, эффективные инициативы. Это все так и надо делать. Вопрос заключается в том, сколько это будет стоить городскому бюджету, если мы говорим о том, что больше 600 остановок в городе, вы должны примерно представлять, о каких миллионах, сотнях миллионах здесь идет речь. А о каких? Вот сколько стоимость приблизительная? Я вот, если сейчас говорить о том, что если мы будем модернизировать остановочные павильоны, то надо их делать капитальными, делать не те поликарбонатные теплицы, которые сейчас стоят на остановках, которые улетают при первом порыве ветра и которые ломаются через две недели после установки. Естественно, нужно делать не такие конструкции, нужно делать более современные, более капитальные, более красивые, надежные, прочные, плотные. И только тогда остановочный павильон действительно будет стоять надолго и на века. И им будут долго пользоваться. Кроме этого, необходимо поменять тротуарную плитку, которая находится на этих остановочных павильонах. И необходимо ее занизить. Потому что, если мы говорим о покупке в лизинг низкополых автобусов в нашем городе, то они открываются низко, двери открываются низко, поэтому и заезд, и заход должен быть низкий. Соответственно, это тоже работает. Значит, если мы говорим о строительстве и установке пандусов специализированных, то это тоже расходы, тоже деньги. То есть мы говорим о достаточно круглой сумме модернизации таких остановочных павильонов. Это надо делать, но сколько это будет стоить, это первый и главный, мне кажется, вопрос. Второй вопрос. Если мы будем возвращаться к содержанию остановочных павильонов, действительно, раньше, когда стояли пивосигаретные ларьки, они, собственно, и содержали эти остановочные павильоны, они нанимали дворников, они убирали снег, как могли, гололед, как могли с этих остановок, потому что они были хоть немножко, но сами не заинтересованы в том, чтобы остановка была чистая, приятная, и к ним ходили покупатели. Но это я все говорю в идеале. На самом деле ничего такого не было. Пивосигаретные ларьки занимались исключительно продажей пива и сигарет. Людям, которые были в этой продукции заинтересованы, наплевать было на содержание остановочных павильонов. Я прекрасно помню, в каком состоянии находились эти остановки при ларьках. И нисколько не поддерживаю эту идею, что сохранились бы вот эти сейчас нестационарные торговые объекты с пивом и сигаретами, и остановки были бы идеально кристально чистые, без снега, без наледей и без песка. Такого бы не было. Это все иллюзия. По крайней мере, для нашего города это иллюзия. Если там Роспечать, которая торгуя прессой, печатные продукции еще хоть как-то следила за остановочными павильонами, то пиво-сигаретные ларьки не следили за остановочными павильонами. Но не все, так скажем, были исключениями. Надо в этом признаться. Но это моя позиция, мое особое мнение. Поэтому убрать эти ларьки, это была правильная инициатива и правильная позиция городских властей. Я с ней согласен. Вопрос в том, что сейчас эта торговля, незаконная, начиная в запрещенное время, в запрещенных местах, переместилась уже в жилые дома, в так называемые магазины 24 часа, с которыми никто никак не может побороться, ни власти, ни правоохранительные органы. Но вот это уже отдельная проблема. Эта проблема требует обсуждения для целого эфира. Я думаю, что Эхо Москвы стоило бы организовать некий круглый стол по этому вопросу. Потому что сегодня еще и слушательница звонила и жаловалась. Это настолько актуальная проблема, когда 1 сентября я видел очереди в магазины под вывеской 24 часа, которые на витринах держат их. Которые не должны 1 сентября торговать спиртным. И ночью, и утром, и днем, и выходной. И без разницы продают этот алкоголь из-под полы, естественно. Поэтому вот эта проблема актуальна, и ее надо обсуждать отдельно. А вот что касается остановочных павильонов, ну да, город должен потратиться, город должен где-то найти инвестиции, возможно, участие в каких-то областных, федеральных программах. И только так город может подтянуть какие-то деньги. Ну, плюс юбилей города, на который мы все рассчитываем. Все рассчитываем. Может быть, и на это что-нибудь готово. Все рассчитываем на федеральные деньги. Поэтому я думаю, что если городская администрация правильно спрогнозирует и сфокусирует свою деятельность на привлечении федеральных средств под этот проект, ну почему бы и нет, и город может только преобразиться в лучшую сторону. Ну, я так понимаю, что никто ведь все-таки не исключает варианта некого сотрудничества города с предприятиями, которые находятся невдалеке от остановок. Каким-то образом, наверное, можно предприятие замотивировать, участвовать, если не в строительстве остановки, то, по крайней мере, в ее содержании. Я думаю, что этим заинтересуется исключительно единичное предприятие, потому что все потуги городской власти уже на протяжении 10 лет, если не больше заставить бизнесменов и предпринимателей содержать даже какую-то минимальную территорию вокруг своего магазина. Ну, например, если мы идем по красной линии Поваровского и заходим в магазин на первом этаже, то мы видим, что в лучшем случае более-менее приятно выглядит крыльцо этого магазина, но никак не 6 квадратных метров возле этого крыльца. То есть предприниматели даже свои маленькие территории не могут содержать. И то же самое и касается крупных предприятий. Им неинтересно. Им неинтересно. У них свои проблемы, свои расходы. И нанимать специализированную технику, нанимать людей, покупать эти же противогололедные реагенты и посыпать остановочные павильоны. Я не уверен, что какие-то крупные предприятия, и тем более мелкий бизнес, за это возьмется. В общем, вся нагрузка ляжет на плечи города, судя по всему. Я про это и говорю, что у нас пока на сегодняшний день другого варианта нет. У нас бизнес не настолько социально ориентирован. И социально ответственен. И социально ответственен. Алексей, у нас остается 3 минуты. Вот, к сожалению, я думаю, что с темой парковок в центре города мы пока тогда не будем ее трогать, потому что тема большая, в 3 минуты не уложим. Я бы хотела вашего мнения еще спросить по поводу того, что Киров становится доступнее. Доступнее для столиц. И столица становится доступнее для кировчан. Накануне стало известно о том, что авиакомпания Руслайн вроде бы остается работать в нашем городе, несмотря на приход победы. И чтобы как-то, как я понимаю, возместить Руслайну возможные потери от ухода пассажиров, скажем, к лоукостеру, предлагает Руслайн взять на себя обслуживание нескольких еще рейсов в несколько других регионов. Ну, в частности, могут возобновиться рейсы в Казань. Плюсом предложен Салихард, Воркута, ну и Петербург, да. И вроде Бруслайн даже обещал подумать. Вот такая история, это авиационная. И вторая история связана с автобусами. Из Кирова, наконец-то, будет ходить, как нам обещает, автобус в Москву регулярный и постоянный. Время в пути составит в районе 14 часов. Стоимость билета в районе 2000 рублей. Я бы хотела спросить вас, вот нужны ли нам рейсы куда-то, вот туда, в Коми-Республику, это раз. А второе, ну, будет ли пользоваться спросом автобус до Москвы при цене билета в 2000 рублей? Ну, если комментировать ситуацию с авиаперевозчиками, то, безусловно, это все коммерческие переговоры. Это авиакомпании всегда считают деньги. У них каждый билет, каждая копейка там на счету. Поэтому говорить о том, что областные власти могут там предложить или, не дай бог, кого-то там заставить начинать и открывать перелеты в какой-либо город, ну, это, ну, заставить-то они точно не заставят. Мне кажется, это преждевременно, да. То есть ведутся переговоры, областная власть предлагает эти направления, если... Рейсы в Салихард. Ну, в Казань, понятно, там добираться неудобно. Нет, в Салихард мы говорим сейчас о вахтовиках. Будет пользоваться? Я думаю, что будет пользоваться. В Воркута? У нас из Кирова и в Воркуту тоже самое. Из Кирова достаточно много вахтовиков уезжает на север. Поэтому, может быть, почему бы и нет? Там корпоративные билеты. Никто же за свой счет не будет летать. Поэтому, может быть, и вахтовики будут массово летать на север через наш аэропорт, как это было раньше, кстати. И если вы начали свой вопрос в том, что Киров становится доступным для Москвы, для всей остальной страны, я бы хотел внести правку, что Киров возвращается и опять становится доступным. Потому что он уже был доступным, когда работала авиакомпания «Победа», когда цены на железнодорожные перевозки пассажиров были достаточно приемлемы. Но вот компания «Победа» сегодня возвращается в наш регион. С конца октября будут рейсы. Я этому безумно рад, потому что все-таки действительно повышается мобильность кировчан. Люди могут съездить либо по делам, по бизнесу, либо к родственникам в другие города. И формат хороший, все-таки авиаперелеты – это удобный вид транспорта. И быстро и удобно. Автобус. Вот минута остается буквально. Автобус будет пользоваться спросом по цене 2000 рублей? Мне кажется, здесь точно такая же ситуация, как с политикой. Пускай будет конкурентное предложение. Кто-то боится ездить на поездах, кто-то боится летать на самолетах, кто-то хотел бы автобусным сообщением передвигаться. Чтобы выйти в Ярославль. Кому-то неинтересно в автобусе ехать долго, неудобно, некомфортно. Кто-то хочет поспать. Поэтому чем больше конкурентных предложений, в том числе для перемещения жителей, тем, я думаю, тем интереснее всем кировчанам. И от этого будут только пользы. В общем, пусть будет. Я только надеюсь, что автобусу действительно удастся за 14 часов добираться до Москвы, потому что, к сожалению, не всегда это получается, даже на машине, учитывая московские пробки. Алексей Кузьмин, генеральный директор компании «Экоэнерджи», депутат Кировской гордумы 5-го созыва, был у нас в студии. На этом прощаемся. Алексею спасибо. Всем до свидания. Спасибо. Особое мнение на 101FM